Добрый вечер, уважаемые гости! Хотя гостями вас, пожалуй, нельзя назвать, потому что вы наша семья, наши братья. Поэтому рады приветствовать сегодня вас на нашем мероприятии. Мы все знаем, как вы, наверное, заждались. Вы наверняка хотели бы познакомиться ближе с новичками команды, которые пополнили в это трансферное окно с игроками. Но перед этим хотелось бы очень приятный момент такой сделать. Наши дети вернулись с Минска, став победителями престижного международного турнира «Динамо Кап». О них самих расскажет заместитель генерального директора «Академия Анжи» Шихат Никаилов. Спасибо. Так получилось, что главный тренер в Москве с супругой по хорошему мероприятию, поэтому отдуваться за него придется мне. Он выигрывал, а мне придется говорить. Это команда 2006 года рождения. Они впервые по приглашению генерального директора «Минского Динамо», за что ему огромная благодарность, поехали в Минск. Сначала туда проторила дорожку команда 2007 года, следом за ними поехали вот эти вот ребята 2006 года и вернулись с этого престижного международного турнира с победой. В финале они обыграли своих сверстников из Академии Киевского «Динамо» в серии после матчевых пенальти со счетом 3-2. Все три пенальти положили в один угол. Два наших футболиста стали лучшими игроками. Один из них стал лучшим нападающим. Ну-ка, давай вперед, не стесняясь. А другой стал лучшим игроком турнира, то есть выиграл самый престижный трофей. Можно я буквально дам вам слово представить? Лучший нападающий нашего турнира. Лучший игрок турнира. Вот это вот их кубок. Они его выиграли, они заслужили. Завтра на матче мы их почувствуем. И я хочу обратиться к футболистам главной команды. Ребята, не расслабляйтесь. За вами тут, смотрите, готовы занять места в любой момент. У них за плечами одни победы. Это честное слово. Они никуда не поедут, везде все выигрывают. Поэтому будьте готовы к этому. Спасибо. Ну что ж, поприветствуем наших игроков, как это наше будущее. Будущее Орджи. Спасибо вам. Добрый вечер всем. Очень приятно видеть такое количество людей. Я думаю, что вся республика соскучилась уже по футболу и по команде любимой. Поэтому очень приятно, что сегодня вы здесь, в этом зале, находитесь. Что касается нашей подготовки, то она прошла по штатному расписанию. Она уже была запланирована еще до начала сборов. Поэтому с 10 января мы начали работу. Провели три сбора на турецком побережье. Все сборы были, скажем так, в плане нагрузки очень продуктивные. И ребята получили серьезную нагрузку. То есть практически у нас были считанные дни, где мы тренировались один раз в день. А так в основном мы проводили двухразовые занятия. Объем нагрузок был предложен очень серьезный. И я думаю, что многие из ребят ощутили на себе, насколько была серьезная работа в физическом плане. Поэтому в этом отношении самой главной нашей задачей было хорошо и продуктивно и в физическом, и в тактическом плане подготовиться именно вот к этим 10 оставшимся матчам этого сезона. Мы все понимаем турнирную ситуацию. Мы понимаем значимость этих 10 игр. Поэтому нам ничего не остается, как, будучи хорошо готовыми к этим 10 играм, выходить и в каждой игре стремиться побеждать. Поэтому в этом отношении я думаю, что команда постарается в любом случае продемонстрировать все свои лучшие качества в этих 10 играх. Как тренер могу это обещать. Еще один вопрос. Владимир Викторович, в отличие от прошлых транспортных компаний, в этот раз не было большой текучести, когда много игроков выходило, много игроков приходило. Получается это точное усиление? Безусловно, мы приглашали в нашу команду игроков, тех, которых мы хотели видеть в команде. Это касается и профессиональных качеств, и, конечно же, человеческих качеств. Поэтому в этом отношении каждый из этих ребят, которые вот сидят перед нами, это все те футболисты, которых мы очень тщательно, скажем так, следили за ними, за выступлениями в других командах. И, исходя из всех, скажем так, соображений, еще раз повторюсь, и по профессиональной стороне, и по человеческим качествам, мы все-таки сошлись на том, чтобы эти ребята оказались у нас в команде. Плюс еще хочу сказать о том, что на протяжении первого и второго сбора в распоряжении главной команды были ребята и из Анжи-2, из молодежной команды, которые также получили и бесценный опыт главной команды и почувствовали также на себе и нагрузки, и требования тренерского штаба. Я думаю, что для них это тоже будет, скажем так, в будущем хорошей такой мотивацией стремиться в главную команду. У всех из вас, ребята, открыта дорога в главную команду. Все зависит от вас. Спасибо большое. Чуть позже мы зададим вам слово, характеризуйте вкратце каждого игрока. Ну а сейчас перейдем непосредственно к представлению игроков. Ну что, все готовы? Аюрадей! Аюрадей! Ну и начнем мы тогда по позициям. Во вратарскую позицию у нас игрок Арарат, который перешел к нам из Арарата, Владимир Сугробов. Пожалуйста. Мы желаем тебе больших успехов в составе Анжи и добро пожаловать команду. Следующий у нас игрок и человек из Братской нам Республики Ислам Жилов. Ислам играл в команде «Спартак-Нальчик», где проявил себя в матче с московским «Спартаком». И вот после этого он перешел к нам уже. Далее коллега по амплуа, по позиции. Это игрок, бывший игрок эквадорского «Дельфина» Джон Чанселлер. Прошу приветствовать. Ну что, плавно перейдем в полузащиту. Бывший игрок «Динамо Бухарест» Паул Антон. Великолепно, Паул. Далее у нас идет нападение. Такой, не слишком низкий, скажем, форвард Амур Калмыков, который к нам перешел из записи. АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то я не вижу Филиппа Бутковского. Ласки. Ну ладно. Тогда мы перейдем, наверное, самому лакомому и вкусному блюду. Квадво Поку. Великолепно, Квадво. Квадво играл за американский клуб «Майами». А теперь он у нас. Бутковский у нас же был, ребят. Бутковский что прицелил? Бутковский, наверное, вы все знаете. Ну, может кто-то из игроков скажет пару слов. Бутковский у нас же был, ребят. И я знаю, что руководство и технические команда сделали их. Поэтому мы с нами были игроки. Мы здесь, чтобы дать все, что мы имеем, чтобы путь к клубу, где он удержался. И спасибо вам снова. Спасибо вам большое. Мы обеспечиваем. Спасибо. Большое спасибо за то, что вы пришли. Мы очень это ценим. Для меня всегда было мечтой играть в таком клубе, как Анжи, учитывая репутацию этого клуба, учитывая тех игроков, которые ранее играли за Анжи. Нам всем очень приятно быть здесь. Мы знаем, что тренерский состав уже сделал свое дело. Теперь слово за нами. И мы сделаем все, чтобы поднять клуб на ту высоту, которую он заслуживает, на те места, которых он достоин. Подождите, подождите, не уходите. Английскую речь мы слышали, но теперь хотелось бы испанскую услышать. Джон, пожалуйста. Большое спасибо за то, что пришли. Здесь радость и гордость за то, что мне дали эту футболку и постараюсь носить ее с честью на поле и за его пределами. Тоже быть достойным звания игрока Анжи. Еще раз спасибо. По-русски скажут что-нибудь или нет? Всем здравствуйте. Спасибо, что пришли поддержать нас. Ждем, во-первых, завтра все, чтобы на стадионе были. Много времени прошло. Я думаю, все соскучились. Мы вас очень ждем. Осталось 10 игр. Мы постараемся в этих 10 играх показать не только результат, но и красивый футбол. Показать ярость, которой у нас есть желание. И чтобы зрители тоже, чтобы все вам понравилось. И чтобы вы видели наше желание. Поэтому всем спасибо. Всех ждем на стадионе. Спасибо, Володя. А теперь не знаю, как он на армянском скажет или нет. Пауэль Антон, прошу любить и жаловать. Пауэль Антон. Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли. Хочу поблагодарить за то, что мне предоставили возможность играть в высшие лиги, в суперлиги российского футбола. Я знаю, что это очень сильная лига и очень тяжелая. Но я надеюсь, что я буду на уровне и, играя в этой лиге, смогу поднять свою игру, свой потенциал реализовать. И тебе большое спасибо, Паул. Добро пожаловать в Анджи. Согласитесь, как приятно слышать английскую, испанскую и русскую речь в этом пресс-зале. Надеюсь, эти игроки когда-нибудь смогут заговорить на одном из дагестанских языков. Мы перейдем уже к третьей части нашего представления. Это, соответственно, пресс-конференции президента футбольного клуба Анджи, Осман Акадеева. Добрый вечер. Я несколько вступительных слов скажу. Добро пожаловать в нашу семью, дорогие футболисты. Мы, вы все знаете, мы все ждем от вас яркой и зрелищной игры. То, на что вы способны. Знаем, что вы, игроки, очень талантливые, очень способные. И вольетесь в большую семью Анджи. Всем болельщикам хочу пожелать хороших игр, хороших ярких зрелищных игр. И также чуть-чуть удачи. Что необходимо сказать. В этот трансферный окно мы поработали настолько, насколько было возможным. Тренерский штаб и спортивная дирекция клуба. Я очень доволен и удовлетворен работой. Даже если не будут самых лучших игр, но той селекционной работой, которая проведена в клубе, я очень доволен и доволен еще нашей академией. Академики на самом деле молодцы. Я вас всех, ребята, поздравляю и 2000-й год, и 2006-й год, которые каждым днем все лучше и лучше играют, лучше и лучше показывают результаты. С началом, еще раз с началом, как говорится, нового видка футбола у вас. И если у вас есть какие-то вопросы, мы с Вадимом Викторовичем готовы ответить на все интересующие вас вопросы. Вадим Викторович, вот перед последними двумя матчами контрольными в Турции, вот эта серия из-за одних побед и еще более не пропуская голы, вот она не напрягала вас слегка, вот есть такое поверье, да, что на сборах лучше иногда пару раз проиграть, а вы там всех подряд обыгрывали, вот как вы подошли к этому? Ну мы и проиграли последние матчи с Луцкой. Еще раз повторюсь, что большой объем нагрузок был предложен на сборах, да, и ребята знают, перед каждой игрой контрольной, я им всегда говорю, где вы бы не играли до футбольного клуба Анжи, я сегодня хочу и надеюсь на то, что вы здесь в футбольном клубе Анжи обрядете и выработаете менталитет победителя. И с кем бы вы не играли, с какой бы командой не играли, во дворе, на улице, официальный матч, товарищеский матч, вы всегда должны стремиться как профессионалы только побеждать. Поэтому любая контрольная игра, это прежде всего, конечно же, учебная игра, но в то же время мы, как настоящие профессионалы, стремящиеся побеждать, всегда в контрольных играх хотим побеждать. Поэтому не могу же я ребятам сказать, ребят, давайте сегодня проиграем, чтобы, условно говоря, там, в официальном... Поверь, чтобы сработало поверье. Да, чтобы поверье сработало. Поэтому я могу сказать о том, что есть улучшения, серьезные улучшения в плане организации командной игры, это касается как атакующих действий, так и оборонительных. Поэтому в этом отношении, я считаю, мы существенно прибавили. Осталось это все перенести уже в официальные игры. Спасибо. Следующий вопрос. Я к Асман Гайрбековичу, если можно, один вопрос задам. Асман Гайрбекович, наверняка вы совершенно не смотрите на турнирную таблицу и думаете уже о завтрашнем дне. Нам всем хочется как можно быстрее завершить достойный этот сезон и уже начать следующий, чтобы играть за места, может быть, даже за Еврокубки. Что делается клубам, чтобы эта работа стала уже реальностью и вот эти результаты как можно быстрее приблизить? Ну, как раз таки, в первую очередь, новые наши игроки, которые, я считаю, что намного превосходят тех, которые ушли из команды или даже по каким-то причинам выбили, для этого и делается работа селекционная служба. Я что могу в этом плане сделать? И думаю, что и тренерский штаб у нас намного сильнее, чем был, допустим, в прошлом году. Поэтому вот это все и делается для того, чтобы бороться за более высокие места. Вы не думайте, что мы не мечтаем и не хотим бороться за четвертое, пятое, третье место. Мы это для этого и делаем. Мы для этого, как говорится, день и ночь. Тренерский штаб у нас в Турции, ну, если спал пять часов, это хорошо. Поэтому и ребята выкладывались по полной программе, двухразовые тренировки, которые чередовались с играми. И даже в день игры, я смотрю, ребята играли контрольную игру и выглядели очень хорошо. Тот факт, что многие говорят, что лучше на сборах проиграть, ну, наверное, тот, кто какие-то поверьями живет, наверное, из этого исходит. Ну, мы же все знаем, мы тот, кто, говорится, верит в Аллаха Единого. Он не может какие-то приметы верить. Так что надеемся, что будет намного лучше. Меня зовут Нариман и болельщик с 40-летним стажем. Я помню, как зарождался Анжи, вот, в зародыше. Они играли в Каспийске, я каспийчанин. Значит, известно, что Анжи – это бренд Дагестана, это лицо Дагестана, это достоинство Дагестана. И на международной арене знает Анжи, и в стране знает Анжи. Вот, хотелось бы узнать от вас, была ли у вас встреча с новым руководством республики, и вообще заинтересованы ли наше новое руководство Владимир Васильев, и планируете ли вы встречу с ним, так сказать, вот на таком уровне, чтобы как-то всегда хорошо бывает, когда объявляют на трибуне. На матче присутствует руководство Дагестана, все встают, аплодируют и так далее. Вот такой вот у меня вопрос. Спасибо за вопрос. Такой встречи не было. Мы ждали несколько раз руководство республики, даже на самом деле ждали, говорили, что придут, но никто к нам не пришел. Мы ходили умолять, приходите, пожалуйста, приходите, вот мы просим вас за Аркан тянуть не буду. Человек, которому интересен наш футбол, человек, которому интересен Дагестан, руководитель, будь то Рамазан Гаджимрадович или Владимир Абдулалиевич, я считаю, что они должны прийти, они должны прийти на футбол, они должны прийти к молодежи, они должны прийти к творческой интеллигенции, они должны прийти к бизнес-элите, спросить, что вам нужно, чтобы в вашей республике жилось лучше, что я могу сделать, чтобы завтрашний день стал у вас чуть лучше, чем вчерашний, встретиться с матерями, встретиться с духовенством. Мы ждали их и ждем, но никто пока что не пришел, я должен говорить правду. Наверное, все знают сейчас, болельщики... Включите микрофон, пожалуйста. Что мы этот сезон доканчиваем на Анжи-арене, вот в следующий год, это у всех, наверное, болельщиков будет вопрос, как быть дальше с стадионом. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Конечно, для нас игра на этой арене, которую мы любим, и одноименная, как говорится, с именем команды, это очень престижно и хорошо. Но существует много, как говорится, разногласий. Разногласий с хозяевами, конечно, так как таковых у нас нет, но финансово, с точки зрения, нам это очень дорого, ребята. Нам это очень дорого. За те деньги, которые мы платим за аренду, мы могли бы купить, ну, четырех или пять очень хороших, высококвалифицированных игроков. Этот сезон мы заканчиваем на Анжи, это однозначно. Потому что надо проходить лицензирование, надо приводить порядок в другой стадион. Вот в этом есть определенная неопределенность, как сказать, метаморфоза. Хорошо было бы, конечно, даже добиться хорошего ремонта на Динамо и переходить туда. Руководство хозяева Анжи-арени передают нам и табло, и навесы, и даже все оборудование, включая кресло. Но пока что мы не договорились и с Динамо тоже. Ну, надеюсь, в следующем сезоне или мы решим вопрос с собственниками Анжи, раз и навсегда, или перейдем на Динамо. При том, что когда у прошлого руководства республики я просил вернуть нам базу, которая была у Анжи раньше. Потому что без базы нам опять-таки тяжело. Вы же поймите, что мы всех ребят размещаем в гостинице. Это опять-таки накладно. Конечно, когда уважаемый наш сенатор Сулейман Керимов мог содержать команду, и он не чувствовал этого. А с финансовой точки зрения мы несем большие, очень большие затраты на содержание команды. Это не секрет. Вы сказали, что с студиями, которые в вашей школе не верили. Вот этот клуб, он как-то не может работать с этими студиями. Почему они не знают, что они от нас хотят? Ну, вы знаете, вы знаете, я в этой школе никогда не был. Поэтому не могу сказать, что они хотят от нас. Вот. Ну, я не могу равнодушно смотреть. Вы меня можете извинить, простить, или понять. Зрители. Когда я нервничаю и на них покрикиваю и освистиваю их, это результат их действий. Когда я прекрасно вижу, что команду хотят каким-то образом прижать не по спортивному принципу, все будут возмущаться. Почему не возмущаться? Возьмите нашу игру в Ростове с Ростовом. Когда дают пенальти, которого, ну, по мини не было. Тут же все признают, ставят ему двойку рефери. Он должен был пропустить остальную часть чемпионата. Лишили его, как говорится, извините за вяжение пояса. Но через игру его опять ставят. Ставят опять. Он судит первую лигу. В первой лиге он тоже получает двойку. Его все равно через игру опять ставят на премьер-лигу. Это Вилков, некий господин Вилков. Как я могу на него реагировать? Не кричать? Я его не трогал, конечно. Не, это самое. Ну, естественно, оскорблял. Не надо трогать мою команду. Если наш игрок провинился и по заслугам получил или желтую, или нанес травму, я ребятам же говорю, ребята, подойдите, извинитесь. И все нормально. Это игровой момент. И дадут, дадут и пенальти. Нам больше всех дали пенальти. А при этом РФС вот в следующей игре будет нас награждать как за как это? Fair Play. Мы получили приз Fair Play. Вот перед игрой будут награждать. А как я должен относиться к судям? К судям, которые судят очень хорошо и честно. Я отношусь очень хорошо. судям, которые не умеют работать, при этом лезут в судей в РПФЛ. Я отношусь очень плохо. Еще дело в чем. Многие суди отстали от футбола. Футбол пошел намного вперед. А судейство не только в России, оно и во всем мире отстало. Почему сейчас идет разговор о видеоповторах или о каких-то других этих? Я выступаю в принципе против видеоповторах. Хотя я страдаю от этого больше всего. потеряют зрителей. Потеряют зрителей. Футбол станет техническим видом спорта. Только что, как говорится, 15 тысяч человек радовались и вдруг поступает сигнал через две минуты, что нет, гола не было, отменили. Но мы потеряем зрелищность. Почему в Англии его не проводят? Потому что люди понимают, это классика. Чем, как говорится, традиционнее, чем незыблемые правила, тем интереснее играть. Это же не... Даже вот нашим любимым видом, посмотрите, борьбой, что делали. Такие правила, это... Сейчас уже половина людей наших болельщиков по борьбе не знают, какие правила. А чемпионат Европы скоро здесь. К судьям я, ребят, я отношусь адекватно. Но я прошу также относиться к моей команде. Есть у них, у кого-то... Это мое личное мнение, я не хочу, чтобы это... Оно может быть субъективное. Есть у некоторых судей предвзятость. Сегодня конжи, завтра может к Спартаку или к какому-то другому. Им надо от этого избавляться. К чему я их и призываю. Пять-шесть судей в российской премьер-лигии, которые очень адекватно судят. Ошибки судейские всегда бывают. Футбол состоит из ошибок. Если бы не было ошибок, все были в 0-0. Все игры заканчивались в 0-0. И тренер ошибается, и игрок ошибается, и судья ошибается. Но ошибка ошибка розн. Вот я хочу исключить эту розн. Сам болельщик, но по совместительству так сложилось, что мои дети играют в академии. Вот в 2006 год тоже мои дети играют там тоже. И меня волнует вопрос в случае переезда команды на Динамо, что станет в академии? Ребята, вот это тот вопрос, который, наверное, стоит в колном горле. На самом деле, вы, наверное, заметили, за год мы открыли 6 пилиалов. Или 7, 6, по-моему. Открыли 6 пилиалов. Мы же не для того их открыли, что если завтра перейдем на Динамо, мы бросим академии. Мы вкладываем в них по нашим меркам, это большие, огромные деньги. В среднем год это порядка 85-90 миллионов рублей. Это только для академии. Естественно, мы найдем, наверное, решение этого вопроса. Вот для чего и нужна была база, нужно несколько полей. Сегодня у нас великолепные условия на этом стадионе, этот комплекс очень хорошо расшит. Но вы видите, что хозяева, у них свои планы, я в этом их не могу ни в чем упрекнуть и что-то сказать, в их камень, бросить камень в их огород. Потому что они идут настолько, насколько возможно. Но они тоже не могут до конца свои планы отбросить и жить планами футбольного клуба. У них огромная территория, но они за это платят налоги. Они им нужны, им тоже, как говорится, деньги нужны. Это же коммерческое предприятие. Будьте уверены, что академию мы не бросим. В академии в первую очередь, когда мы сократили три с половиной раза сократили бюджет клуба, мы ничего не сократили в академии. Ни зарплаты тренером, ни отношения к игрокам, академикам. У нашей команды, можно так сказать, одна из самых чистых футболки. Ну, в плане того, что у нас как бы нет спонсоров. Скажите, пожалуйста, неужели у нас в Дагестане никто не хочет сотрудничать с НЖ и помогать? Ну, спасибо. Тоже хороший вопрос. Пока что нет у нас предложений и нет, у нас был Денеб, последний, как говорится, спонсор, и компания Сулеймана Керимова. На сегодняшний день, то есть с прошлого года, мы разорвали с ним отношения, вернее, они с нами разорвали, нету сегодня, у нас самые чистые футболки, как вы заметили. Но я надеюсь, что они будут чистые и по совести. Игрок Данченко, очень хороший игрок, он 2-3 сбора пропустил, сейчас в каком состоянии, он может нам сразу помочь? Олег здоров, уже тренируется с командой с третьего сбора, поэтому он готовится к игре, и я думаю, что завтра большая вероятность, что вы увидите его на поле. Вы вообще довольны материалом, который вам были в городе? Материал это вы имеете ввиду кого? Я говорю, что у нас были проблемы с связь с защитой, привозной защитой, но вот сейчас появился чай, еще, еще, и вот поэтому я говорю, мы плавно переходим к тому, чтобы, может быть, уже про ребята новичков сказать. Характеризируйте. Хорошо, ну, прежде всего, прежде чем сейчас я скажу несколько слов о тех ребятах, которые к нам пришли в команду, я хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые поспособствовали моим пожеланиям как главного тренера, чтобы эти ребята оказались в команде. Это прежде всего и спортивный директор Александр Владимирович Танцюра, генеральный директор Саид Абдулаев, наш селекционный отдел Исмаил и Таймас, ну, естественно, все те невидимые люди, скажем так, в кавычках, то есть те агенты, которые помогали нам в этом вопросе для того, чтобы эти ребята, скажем так, с хорошим желанием и с огромной мотивацией пришли в футбольный клуб Анжи и здесь они не испытывали никаких проблем, а только прогрессировали как футболисты и, естественно, помогали футбольному клубу Анжи расти и добиваться хороших результатов. Безусловно, можно поблагодарить и Османа Горбековича за те возможности финансовые, которые, пускай даже они у нас не совсем большие, но тем не менее мы нашли те ресурсы небольшие для того, чтобы эти ребята у нас оказались, поэтому благодарность большая. Если говорить про ребят, давайте по порядку, Владимир Сугробов, мы давно за Володей следили, он был игроком московского Арарата, не ирландского, а московского Арарата, поэтому, исходя из этого, мы знали его возможности и тренер вратарей у нас, Валерий Николаевич Шереметов, он характеризовал с хорошей стороны Володю, поэтому в этом отношении я, как главный тренер, полностью доверял тренеру вратарей и что подкупает, то, что Володя уверенный в себе вратарь, молодой русский паспорт, что немаловажно сейчас в наших условиях лимита в российской премьер-лиге, ну и способность быть лидером команды и хорошо играть ногами, то, что сейчас в современном футболе, я думаю, на чемпионате мира продемонстрировал Нойер, немецкий вратарь, это, конечно, эталон вратаря игры ногами. В Володе все эти качества но, тем не менее, еще раз хочу сказать, что каждый из этих ребят еще способен прогрессировать и двигаться вперед. Ислам Жилов, значит, попал к нам в команду на просмотр уже по ходу тренировочных сборов. Заслуга того, что Ислам к нам попал, это ребят из селекционного отдела, которые порекомендовали мне его. Вот, он приехал к нам, провел несколько матчей контрольных в позиции правого защитника. Ну, и безусловно, мы увидели те качества, которыми должен обладать современный крайний защитник. Это скорость хорошая, хороший старт, то есть взрывной парень Ислам, поэтому, безусловно, с точки зрения тактических надо еще подтянуться. Да, Ислам согласен, но я думаю, что это уже рутинная работа, каждодневная работа тренерского штаба и самого футболиста. Но то, что у него огромные перспективы, я верю в то, что он в нашей команде будет так же прогрессировать, это безусловно. Амур Калмыков. Очень хорошо, что Амур приехал еще к нам осенью и тоже по рекомендациям селекционного отдела. Мы познакомились еще, по-моему, в ноябре месяце, Амур, да? Вот, и там уже, конечно, скажем так, я увидел те качества, которые присущи хорошему нападающему, это прежде всего настырность, агрессия спортивная, вот, злость такая, еще раз говорю, спортивная, умение открываться за спину защитной линии, что немаловажно. Это напор, страсть, желание бороться за каждый мяч, я думаю, что это все присуще сегодня Амуру Калмыкову. Поэтому то же самое могу сказать, что с точки зрения еще тонкости игры, тактической выучки, конечно, надо работать еще, Амур, да, но, еще раз говорю, подкупает то, что есть огромное желание и вот этот напор, то, что нам нужно сегодня футбольному клубу Анжи. Амур Калмыков. Джон Шенсельер, значит, посмотрел сам лично я три игры вместе с нашим селекционным отделом. Называю команды, это Южная Америка, отборочные игры национальных сборных Венесуэла-Аргентина, Венесуэла-Парагвай, Венесуэла-Уругвай. Мы все знаем прекрасно, кто играет в Аргентине, мы все знаем прекрасно, кто играет в Уругвай, я имею в виду нападающих Кавани, Месси в Аргентине, Дибала, это все футболисты высочайшего уровня. И посмотрев эти игры, насколько Джон уверенно действовал против этих звездных нападающих, обладая теми качествами, которые присущи ему, скажем так, и это начало атаки, первый пас, это верховая борьба, ну и что немаловажно, дистанционная скорость, которая позволяет ему все-таки доставать соперников, нападающих, которые способны убежать, которые быстрые, и он постоянно находился с ними в контакте и не давал свободно от себя убегать. Поэтому в этом отношении, я считаю, с приходом Джона наша защитная линия также окрепнет. Джон Шенсельер. Павел Антон, сразу же хочу сказать о том, что было прежде всего первое мое пожелание селекционному отделу, это конструктивный опорный полузащитник, умеющий вести игру, как принято говорить в футболе, футбольным языком это диспетчер, который тонко читает игру, он как хорошо действует с мячом, так и прекрасно читает игру и действует без мяча. Поэтому посмотрев одну игру в чемпионате Румынии Динамо-Бухарест газ-метан, это была последняя игра, ту, которую я увидел в исполнении Павля Антона, по одной игре я понял, что это именно тот полузащитник, который нам нужен для усиления нашей атакующей полузащитной линии. Что подкупает у Павля, это то, что он обладает харизмой, он был капитаном Динамо-Бухарест, это команда с большими традициями в румынском чемпионате, он играл в испанской лиге Фитафи, который несколько игр я посмотрел также в испанском первенстве, где он также был одним из лидеров команды, поэтому в этом отношении у нас никаких сомнений не было, и я считаю, что наш потенциал с приходом Павля Антона намного увеличился, я думаю, что он это все продемонстрирует, и наша команда станет еще сильнее с его приходом. Павля Антон, Квадво Поку, хотя он не любит, когда его называют Квадво, когда мы его представляли... Это мой земляк, это мой земляк. Да. Когда мы его представляли, я сказал команде, знакомьтесь, это Квадво Поку, он сказал, нет, не Квадво, просто Поку. Поэтому атакующий полузащитник, который очень сильный в плане единоборств, хорошо действует в подыгрыше именно со всей полузащитной атакующей линией. Он продемонстрировал это в контрольных играх, особенно в тех играх, где поначалу, может быть, не до конца, он еще знал требования тренерского штаба, это на первом сборе, когда он приехал, но тем не менее уровень его игры в этой контрольной игре, я имею в виду польский заглим, это первая наша игра, где он забил гол и прекрасно там, можно сказать, с листа действовал. Это говорит о его высокой квалификации как игрока. Что немаловажно, это то, что предыдущие команды, где играл Поку, это были команды с очень звездными футболистами, пускай даже уже в завершении своей футбольной карьеры, но я думаю, что такие футболисты, как Давид Вилья, как Фрэнк Лэмпорт, как Андреа Пирло, это те футболисты, рядом с которыми играл Поку. Поэтому, естественно, уровень мастерства этих футболистов не, как говорится, сомнению не подвергается, и уровень Поку, который играл рядом с ними, то же самое говорит о его высоком потенциале. Я надеюсь, что с приходом Поку мы усилим также и мощь нашу в атаке, и завершающую фазу. Поку умеет как забить гол, так и отдать острую передачу. Плюс, очень силен леденоборствах. Поэтому, Поку, добро пожаловать в футбольный клуб Амбирс. Добрый вечер. Джамиль Салимов, Советский спорт. У меня даже не вопрос, а пожелание к руководству, к футболистам наконец-то решить вопрос с миг-зоной, чтобы футболисты после матча проходили через нее. Очень редко проходят. Хотелось бы, чтобы этот вопрос был решен. Да, можно я отвечу. В силу факторов того, что футболистам приходится выходить на улицу, мы как бы немного за безопасность их беспокоимся в этом плане. Они идут через поле и уже заходят в гостиницу. Вы пропустите, нет, подождите, подождите. Пропустите журналистов, значит, там, где проходят футболисты. Разделись, приняли душу, и они, когда идут к автобусу, журналисты их встречают там, где они идут. Это не тяжело для вас? Вот, пожалуйста, проходите. Чтобы облегчить и вам, и футболистам, пока они как раз на свежую голову они ответят на ваши любые вопросы. Мне очень приятно сегодня встретиться в футболе. Я тоже, как мой предшественник говорил, большим стажем с 91-го года ездил, Томчик даже, далеко было, но все равно тогда были молодые ездили. И по сей день сегодня тоже болеем. Футбол, потому что Анджи, как говорил мой друг, это бренд, это лицо нашего Дагестана. Мы все любим футбол. Мы всегда, даже несмотря слякот, грязь, все равно за собой пяним молодежь, чтобы присутствовали побольше от игроков. Вы сегодня уже говорили, будем сдать зрелищные, красивые игры. Хотелось бы еще этой части говорить про стадия. Вы уже говорили я накатно. В любом государстве, в любом городе, в любой республике, губернаторной или президентной республики, всегда бывает во главе. Поддерживает команду, это лицо, этот самый массовый вид спорта футбол. Это зрелище. Это для человека, которые сегодняшним, когда в Дагестане живем, вот улица там, беготня, единственный отдых, единственный праздник, получается, когда приходишь на стадион, общаешься с друзьями, смотришь на этот красивый футбол. И есть, наверное, такая дальнейшая перспектива развития футбола. Мне хотелось бы вот так, мы говорим сейчас, значит, руководству, к нам не идет руководство, а может нам стоит болельщиков, значит, организовать, создать инициативную группу, выбрать там членов общественной палаты Республики Дагестан, соответственно, пойти, сейчас посещают, сейчас, деньги говорят где-то, но сейчас появляются по техалке деньги. Где-то там укрыли, где-то там скрыли, появляются, деньги есть. Может быть, этом русле наш президент все-таки найдет и направит их в телескровенном нормальном русле, чтобы все видны были, эти деньги шли действительно на родные, ушли на такой зрелищной части футбола. А мы, болельщики вот инициативной группы, я живу Каспийский, создали, значит, инициативную группу, выйдем на встречу, значит, нашим президентам руководства Республики и сказали, как можно сегодня взять Академию молодых ребят, всех, всю футбольную команду, стадион и переход на Динамо. На Динамо создавать это целое дало еще. Создавать это все. Сохранить здесь команду, чтобы они играли на таком красивом стадионе. Это не будущий будет для народа, для людей дагестанцев. Я думаю, сейчас вот эту инстатурную группу пока мы оставшиеся наши игры проведем здесь и дальнейшим будем беспокоиться мы сами. Если к нам не идет гора, как говорят, не сами пойдем к нему. Спасибо за ваш труд, за ваши старания. Я надеюсь, мы будем держаться, болельщики пострадать с вами. запрещены на футбол, значит, будем смотреть. Вы сказали, что клуб несет большие затраты. Хотел спросить о доходах. Доходы отчасти хотят покрывать эти затраты или пока большой минус. Это первый вопрос. И второй вопрос. Как дела обстоят с партнерством с компанией Nike? Она и дальше будет производить экипировку для Анжи или возможно будет другой технический спонсор? Я думаю, что мы поменяем нашего технического спонсора, потому что нам это очень, опять-таки, дорого, ребята. Прежнее руководство менеджмент заключало контракты по очень большим ценам. Мы их не вытянем. Это и смешно. Еще вы какой-то вопрос задали по доходам. Ну, как вы думаете, вы журналист, да? Ну, я вам скажу, футбол это пока что в России очень и очень убыточный бизнес. В футболе может быть какая-то отдача на сегодняшний день. Это продажа прав футболиста, то есть трансфер. Но как делается во всем мире, ребята? Во всем мире телетрансляции приносят деньги. Ни один европейский клуб, который играет первым или высшим или супер дивизионе, не страдает от безденежья. Почему? Потому что телевидение дает огромные суммы. Сегодня Бундеслига получает около 5 миллиардов евро в год от телевидения. И они распределяются по согласию содержанием этого. В Англии около 7 миллиардов фунтов стерлингов. Команда, которая приходит в английскую премьер лигу, получает 130 миллионов фунтов. Которая вылетает на прощание, как говорится кавычка, получает 40 миллионов. И у них есть только проблема, как правильно управлять. Нет у них проблем с финансированием. Да, команда, которая вышла только что премьер лигу, наверное, ей трудно будет справиться с чем-то и закрепиться, бороться с МЮ, МСити, Ливерпулем и другими. Но у нас же, у нас это убыточный бизнес. Более-менее нормально поставил Евгений Гинер. У него сегодня где-то, наверное, плюс-минус, небольшой минус может быть. Но у нас сегодня, откуда у нас прибыли? Стадион, зрители. Ну, я не знаю, сколько мы получаем от игры, может, 200 тысяч, на 400 тысяч рублей. Учитывая, что у нас дома сколько, 15 игр, ну, умножьте на это. И мы где-то, наверное, медицину закроем, медицину, медикаменты, не врачей, медикаменты, наверное, закроем, билеты. Реклама у нас, у нас очень слабо поставлена реклама и слабо поставлена работа со спонсорами, с рекламодателями. У нас в клубе тоже, это я ругаю, уже перехожу, говорится, персонально к своему клубу. Очень плохо поставлено с этим вопросом. Надеюсь исправить. Но все исправить, ребята, тяжело. Нам за год, нам в первую очередь надо бороться, говорится, чтобы сохранить место премьер-лиги, а потом уже за что-то другое браться. Тоже надо. Тут же Академия, тут же почему мы сделали в себе Анжи-2. Мы хотим, чтобы наших ребят играло больше. Россиян, дагестанцев играло больше. И это моя мечта, чтобы 6-5, 5-6-4 человека дагестанцев играли с Артуром в составе команды. Тогда нас обыграть будет очень тяжело. Это уже по духу нашему, который многие, наверное, пришли, наши люди ругают. Он у нас есть. Посмотрите на этих молодых ребят. Они же не дрогнули в Минске перед Киевом. Вот они когда выйдут, когда 2000-й год выйдет на уровень года полтора, два, максимум два. А так год полтора. И у нас будут играть собственные воспитанники. наверное, тогда на трансфере приходит, придется меньше тратить. Наверное, еще куда-то можно будет пустить эти деньги. Вас удовлетворил мой ответ? Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Магомедов Руслан. Я бы хотел задать вопрос Вадиму Владимировичу Скрипченко. Вадим Скрипченко, как вы настраиваете команду перед игрой? Что вы ей говорите? Зависит от конкретного случая. Вообще это очень тонкий вопрос настроить команду, подобрать слова для того, чтобы ребят мотивировать и придать именно тот импульс, который поспособствует тому, чтобы ребята вышли заряженные на игру. Дело в том, что мы же все прекрасно знаем, что такое коллектив, здоровый коллектив, когда нужно именно сказать то, что повлияет именно на то, чтобы выйти и отдаваться полностью игре. Конечно, существует множество факторов, это и подготовка к игре, это и тренировки и так далее, но вот именно в самый заключительный момент, перед выходом на поле, на установке нужно сказать, может быть, кратко, лаконично, но при этом, чтобы, знаете, когда-то мне довелось, вернее, играть в национальной сборной, и здесь, кстати, этот специалист работал, Эдвард Васильевич Малафеев, да, вот, когда он говорил заключительную речь перед выходом на поле, у меня шли мурашки по телу, да, вот моя задача сказать таким образом, чтобы ребята вот именно мурашки шли по телу, чтобы они понимали, что они сегодня футбольный клуб Анжи, что они орлы, что символ команды орел, а орел это хищная сильная птица, которая, когда она видит свою добычу, она ни секунды не сомневается в том, чтобы, скажем так, атаковать эту свою добычу и добиться своей цели, поэтому иногда мои слова звучат таким образом, орлы, сегодня представьте, что вы в полете находитесь, да, и вы видите свою добычу, выпускаете свои когти и ни секунды не сомневайтесь в том, чтобы атаковать свою добычу, сегодня выходим на футбольное поле и делаем то же самое. Я отвечу юным нашим футболисту, самое быстрое ты это узнаешь, когда войдешь в раздевалку в сортовом составе, Анжи, узнаешь, как настраивать. Может он хотел сравнить с тем, что говорит его тренер, с тем, что говорит Владимир Викторович. Да, пожалуйста. А Малику? Владимир Викторович, можно вам вопрос задать? Команда на сколько процентов готова, физический и психологический? Команда готова на 100%, потому что проделана огромная работа уже, сейчас остается только придать импульс, поэтому в любом случае, если что-то где-то уже немножко будут какие-то сомнения, мы подтянем это уже в тренировочном процессе, а так команда готова на 100%. А когда проиграли еще остальные, вы как думаете, дома выиграете? Давайте не брать, потому что каждая игра это отдельная история, и мы все прекрасно помним отголоски той игры, потому что только мы начали работать вместе с коллективом, поэтому сейчас новая история, я считаю, команды тех людей, которые у нас сегодня есть, это совсем уже другая команда. Завтра у нас одна задача выйти и одержать победу. А когда Мусалов будет выходить на поле, он когда будет готов? Кто? Магомин Мусалов когда будет готов? Мусалов уже практически на 80% делает работу в тренировочном процессе, есть, конечно, у него ограничения, я думаю, что через полтора месяца он уже будет на футбольном поле. Владимир Викторович, с вами удачи! Спасибо! Можно, да, я еще один вопрос задам. Осман Горьбекович, в прошлом году в это время вы примерно при началом сезона мы спрашивали у вас и вы с нами поделились, что прежний акционер Сулейман Керимов выделил иную сумму, мы сейчас не будем озвучивать. Ну и вот вообще финансирование наше на остаток сезона, она до сих пор в этой сумме или у нас есть еще какие-то продвижки? Я вам скажу по-другому. Долгов мы за клубом не оставим, ребята. Мы живем по средствам и долгов за клубом из-за клуб не будет вылетать или страдать из-за нехватки финансирования. Ту планку, которую мы взяли в финансовом плане, мы выдерживаем. Я просто хотел спросить, а участие его участие в клубе абсолютно есть. Он молодец. Несмотря на свои перипетии и трудности, он продолжает как говорится участвовать в деятельности клуба финансово. Он продолжает участвовать в клубе. Саламу алейкум. Александр. Магомедов Шамил Амирханович. Хотел бы узнать наши молодежи, которые сейчас в Лигу чемпионов, которые вышли. В тот раз, когда мы в Лигу чемпионов, тогда Кубка УВФ, когда участвовали, нам здесь не дали играть на наших полях. А возможно будет в следующем году, чтобы увидеть Лигу чемпионов наших молодых ребят? Ну, вы знаете, это зависит, наверное, не от меня, но мы сделаем все, чтобы это состоялось. Я вам скажу, что мы сделаем все, что возможно, но могут быть препятствия. Могут быть препятствия. Конечно, отказаться играть где-то на нейтральном поле, том же Грозном, если будет категорически не приниматься, это опять-таки многое зависит от руководства республики. Преподносят, как будто здесь все время взрывы, война. Послушайте, во Флориде мальчишка убил 17 человек и 19 или 10 ранил. Недавно. Об этом, это же не говорит о том, что Флорида живет в террористическом лагере или каком-то этом самом. Это сейчас случается везде. У нас в автомобильных катастрофах погибает 10 раз больше людей, чем в каких-то терактах. Я вчера вот с руководством, вместе с руководством команды посетил русскую церковь. Команда выделила одну дневную зарплату. У нас очень много ребят разных национальностей, разных велеисповедений. Команда выделила так же, как в Санкт-Петербурге одну дневную зарплату на помощь людям, которые пострадали, тем, кто умер, и те, кто выжили в больницах или где-то еще. Ну, почему к нам наше правительство не должно дать гарантию, что здесь приедут игроки зарубежных команд, и им будет обеспечена безопасность? Я не могу понять. Рубин, молодежь сегодня приехала, им обеспечили? А чем отличается, допустим, любой другой зарубежный клуб, мы же еще сильнее обеспечим им безопасность? Почему у нас самое, наверное, мобильное и антитеррористическое настроенное, наверное, после Чечни МВД? Они это обучение, они знают лучше любого. Это многое будет зависеть от руководства республики, которые поставят вопрос перед РФСом, мои гарантии для них ничего фактически не знают, они и так знают, что я гарантирую, я заинтересованная сторона. Но руководство республики должно дать все гарантии, я надеюсь, что они дадут, но если будет выбор, выбрать какой-то другой стадион, естественно, мы, наверное, скорее всего, выберем Грозный. Я над этим тоже задумывался, но я надеюсь, что этого не будет. У нас давно нет каких-то взрывов или терактов. Вот этот случай, когда, ну, я считаю, больной человек что-то сотворил кизляре, мы все его глубоко осуждаем, мы не можем его не осуждать, гнусный поступок. И так же, как я считаю, точно так же республика и руководство республики должно поддержать болельщиков, наших молодых ребят, которые в Лиге чемпионов будут играть. Кто знает, когда еще они будут играть. Если тогда Юрий Зирков говорил, когда Олимпиада была в Бразилии, Бразилия, говорит, лучше, чем Дагестан, что ли, говорит. Абсолютно он прав. Абсолютно он прав. Чем? Каждый, каждый, практически каждый день в той же Америке проходит типа такого назовите их терактом, почему они не теракты. Если человек убивает 10 или 15 или 20 человек, это что, не теракт? Что происходило, когда стрелок с крыши казино стрелял по дискотеке каком-то? Почему никто не клеймит Америку и не говорит, что вот у вас там террористическая страна? в Лондоне что, не бывает терактов? Тем более сейчас у нас чемпионат мира. У нас чемпионат мира и я думаю, что это тоже действительно может дать хороший импульс, что когда будет проведено на высочайшем уровне. Задачи такие выиграют каждую игру, ребята. Сегодняшний день мы не можем ставить какие-то ну какие-то абсурдные задачи. Давайте я скажу, задача станет второй, занять второе место. это же смешно. Задача сегодня надо сохраниться минимум, а максимум продвинуться максимально вверх. Команд сохранить вот эту команду, если мы сумеем, команду, которую сегодня селекционная служба спортивной дирекции клуба собрала, собрала хорошую команду. Я считаю, что хорошая команда, кто бы там что-то не писал, какие-то вот эти так называемые глоры, там любители Фенелова или там ПФЛов, команда у нас собрана хорошая, ребята. Я очень благодарен вам, не только вам, всем болельщикам, которые приходят и поддерживают. К сожалению, все меньше и меньше. Но есть еще истинные наши 5-6 тысяч человек, те, которые всегда при любой погоде приходят. Я этому очень рад, но сказать, что сегодня мы планируем закончить сезон на 8-ом или 7-ом месте, я вам не могу. Вы же понимаете, что мы, если бы мы, допустим, не проиграли последнюю игру, мы, наверное, больше всех пострадали за судьи. Это субъективно, я ни в коем случае там, не в том, что там ругаю руководство или что-то. Вы любители, которые с 91-го года футбол смотрят, они все знают и видят это. Посмотрите игру с локомотивом, лидером сегодняшним. Мы здесь 1-0 проиграли, но там стопроцентное пенальти в нашу пользу не дали. Да, мы ошиблись, нам пропустили. Я был на игре, как Лиги Европы, они играли шерифом в Москве. После игры пообщались с Юрием Павловичем Семеным, он говорит, а мы с ним в хороших отношениях мы дружим. Он говорит, один раз, говорит, мне помогли судьи, незаслуженные, выиграл одну игру, и то говорит со своим другом. О чем говорит, что мы действительно, ребята, нас где-то, наверное, ущемляют. Мы на это не должны смотреть, почему мы должны идти вперед, возьмите тоже в Ростову игру. Какой пенальти? Какой там пенальти? Приду, игру со Спартаком. Какой пенальти игрок наш не трогает этого Анонидзе? Вообще нет соприкосновений, нам дает пенальти. Игра с Зенитом здесь, когда нарушение на Кацаеве на последних четырех минутах, судья должен был свистнуть и удар в другую сторону, штрафную в другую сторону. А он дает до конца доиграть, и мы, и нам забивают, ну, с кикса, какая разница, гол. Команда у меня собрана хорошая, я не на тренерский штаб, ни на игроков не должен, как говорится, быть какой-то в обиде или там ругать их, ни в коем случае. Единственная игра, где мы более-менее и сами плохо сыграли, и в то же время и судейство, это судейские ошибки тоже были. Но это, наверное, не основная причина. Игра, последняя игра с Динамо. Если мы ту игру выиграли бы, ну, сегодня мы были бы 12, у нас равное было количество игр. Это все тоже такой случай, как говорится, господин случай, тоже может играть свою роль. Поэтому мы постараемся, чтобы команда сохранилась и продвинулась настолько, возможно, выше. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Меня зовут Ислан. Я болел за Анжи. Мне обидно бывает, когда Анжи пролегала в Казани 6-0 дома 5-1 Космогала. Зачем болельщики говорят? Они после матча футболки кидают болельщикам. Они бьют в Кавкаре в Казани красиво. Мы болим за Анжи. Мы всегда ходим на футбол. Поддерживаем, надеваем трибуну. Когда они 5-0 10-5 проигрывают, надо за них хвалить. Они трибун. 90 минут они бегают под стадионом под дождем под холодом. Казани нельзя. Я желаю завтра удачи, счастья, побольше побеги. И шаловны остальные лиги. Наша задача не лигу 11-12 сказать и там раскататься. Спасибо. Ну, я вам скажу, что нам еще больше обидно. Еще больше обидно. Но это в футболе такие случаи бывают. Ливерпуль, Спартак. Спартак разве плохая команда? 7-0. Много таких случаев много, ребята. Но, конечно, это ни в коем случае не оправдание той игре, которая произошла у нас. Но обиднее всего нам. Потом и вам. Нам обидно за футболистов и за вас, которые за нас переживали. А нас кому обидно? Понимаете? Нам-то двойне обиднее. Вы пришли, мы вас разочаровали, нам обидно. Нас разочаровали наши игроки, не выполнили какую-то тренерскую установку или где-то что-то не так сложилось. Футбол это другое. Это сотни решений разных моментов. Почему на футбол все ходят? Почему спорт номер один футбол? Мы очень все любим борьбу. Я тоже хожу и боролся сам. Мы же понимаем, там шесть минут один на один. Если есть два решения, это хорошо, и закончилось. Здесь девяносто минут, одиннадцать на одиннадцать. Попробуйте предугадать, сколько должно быть решений. Сотни, миллионы разных решений может быть комбинаций. Поэтому это другое. конечно нам тоже обидно и будем стараться завтра взять реванш и обрадовать вас. Смотрел все матчи ваши, то, что вы играли в контрольных играх. Скажу вам честно, я не буду говорить, с какого года болею я, но все года я смотрел контрольные матчи любого анжи, я имею в виду звездного, вы очень хорошо подошли к сезону. И игра ваша, это просто мнение моё болельческое, игра ваша показалось, что вы на контрольных играх идёте по правильному курсу. Я хочу пожелать вам, чтобы вы этот же курс не сжали и нам наши очки заработали. Удачи во втором круге. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо.